Беседа первая. 1.1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях. Моисей, написавший пять книг, нигде не поставил своего имени, а равные те, которые после него описывали последующие события. Даже Матфея, Иоанн, Марк, Лука, на блаженный Павел, всюду в своих посланиях ставят свое имя. Почему это? Потому что те писали для находившихся возле них и присутствия лично, не имели нужды говорить о себе самих. А Павел посылал писание издали и в виде письма, почему для него и необходима была прибавка имени. Если же в послании к евреям он не делает этого, то по своему благоразумию. Так как евреи его ненавидели, то чтобы они, услышав в начале послания его имя, не отказались слушать далее, он, скрывши свое имя, этим мудро достиг их внимания. Если же пророки Соломон надписывали имена свои, то предоставляю вам самим исследовать, почему одни это делали, а другие не делали. Ведь не всему нужно мне учить вас, а надо бы и вам самим трудиться исследовать, чтобы не сделаться еще ленивее. Павел раб Иисуса Христа. Для чего Бог переменил ему имя и бывшего Саву назвал Павлом? Для того, чтобы ему и в этом отношении не быть меньше апостолов. На какое преимущество имел верховный из учеников, такой же приобрел и Павел. И получил основание для большего с ними союза. Не без намерения же называет он себя рабом Христовым. Рабство имеет многие виды. Есть рабство посотворения, которому сказано, что всяческая работа тебе. Псалом 118.91. И еще раб мой на выхода носор. Иеремия 25.9. Потому что всякая тварь порабощена своему Творцу. Другой вид. Рабство от веры, о котором говорится. Благодарение Богу, что нас, бывших рабами греху, сделавшись послушными от сердца, что предали этому образу учения и освободившись от греха, чтобы поработать правде. Римлянам 6.17. Наконец, есть рабство по образу жизни, о котором, сказано Моисея, раб мой скончался. Иисус Новин 1.2. Хотя и все иудеи были слугами, но Моисей преимущественно сиял жизнью. А так как Павел был рабом во всех видах рабства, то вместо самого почетного титула употребляет наименование раб Иисуса Христа. А имена домостроительства он прилагает, восходя снизу вверх. Имя Иисус принесено ангелом, шедшим с небес, когда Сын Божий родился от Девы. А имя Христос происходит от помазания и принадлежит ему также по плоти. И каким, спросишь, Елеем? Он был помазан. Он помазан не Елеем, но Духом. А Писание и таковых обыкновенно называют Христами. Преимущественно в помазании есть Дух, потому и Елей приемлется. Где же Писание называет Христами, не помазанных Елеем? Там, где говорится, не прикасайтесь с помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла. Салом 104.15. Ведь тогда Елей не приготовлялся для помазания. Призванный апостол Павел везде называет себя званым, свидетельствуя этим о своей признательности. Потому что не сам искалый нашел, но, будучи призван, явился и повиновался. И верующих он также называет зваными святыми. Хотя они призваны только для того, чтобы уверовать. Павлу же вручено еще другое. Апостольство с уужением, с рыбачеством, заключающее в себе бесчисленные блага, совмещающее и превосходящее все дарования. И что еще можно сказать больше того, что Христос, оставляя землю, поручил апостолам все то, что сам совершал на земле? И Павел, восхваляя это достоинство апостолов, посвяцает. Мы, посольство Иисуса Христа, и как бы Бог говорит через нас, 2 Коринфянам 5.20, то есть вместо Христа, избран по благовестию Божию. Как в доме каждый избран для особого дела, так и в церкви. Бывает различное разделение служения. Но мне кажется, что Павел указывает здесь не только на жребий своего служения, но и на то, что он из древней свыше был назначен для него. Так Иеремия говорит, что Бог сказал о нем, прежде нежели тебе родиться из ложезны, я осветил тебя, пророка поставил для народов. Иеремия 1.5. Так как Павел писал городу тщеславному и напыщенному, то он во всем показывает Божие рукоположение. И говорит, что сам Бог призвал, сам Бог избрал его. Он делает это для того, чтобы послание его признали достоверным и приняли в благовестие Божие. Итак, ни один Матфей или Марк есть евангелист, равно как ни один Павел есть апостол. Но так же и первые, хотя Павел по преимуществу называется апостолом, а те евангелистами. Самое же благовестие он называет в зависимости не от настоящих только благ, но и от будущих. Как же Павел говорит, что он благовествует о Боге? Избран, говорит, в благовестие Божие. Правда, Отец был известен и прежде Евангелией. Но если и был известен, то одним только иудеям, и притом не всем, как надлежало. Тогда не знали Бога, как Отца, и много представляли недостойно Его. Потому Христос и сказал, что придут истинные поклонники, и что Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Впоследствии же и Сам Отец вместе с Сыном открылся всей вселенной, предвозвещая об этом Христос и сказал, «Да знаю из Тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Иоанн 17, 3. Благовестием же Божиим апостол называет свою проповедь для того, чтобы в самом начале возбудить внимание слушателя. «Он пришел не с печальной какой-либо вестью, как приходили пророки с обличениями, укоризнами, угрозами, но с добрыми вестями, с благовестием Божиим о бесчисленных сокровищах, постоянных и непреложных благ, которые прежде обещали пророкам своим в святых писаниях. Сказано ведь, Господь даст глагол благовествующим силой многою». И еще, «Как прекрасны ноги благовествующих мир» 490. «Видишь ли, как определенно выражены в Ветхом Завете названия и способ Евангелия? Оно, говорит, возвещается не только словами, но и делами. Затем благовестие не есть что-либо человеческое, но божественное, неизреченное, превышающее всякое естество. А так как назвали его нововведением, то Павел доказывает, что благовестие древнее, елено, язычество, и прежде было описано у пророков. Если же Бог сообщил его не изначало, то по вине не хотевших принять, кто же хотел, тот слышал. Авраам, Отец наш, сказано, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». И так, в каком смысле говорится, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, в таком, что вы видите и слышите самую плоть и самые знамения, совершающиеся перед глазами. Но ты обрати внимание, насколько времени раньше об этом было предвозвещено. Всякий раз, как Богу угодно, предуготовить что-нибудь великое, Он предсказывает об этом за много времени, чтобы настроить слух принятия этого при исполнении. В Писаниях святых пророки не только говорили, но и писали то, о чем говорили. Даже не только писали, но и изображали действия. Например, Авраам вел Исаака на жертвоприношение. Моисей возносил змея, воздевал руки во время сражения с Амаликом и заколал пасхального агнца. О сыне своем, который родился от семени, Давидова по плоти. Что ты делаешь, Павел? Вознесший наши души и подняв их на высоту, показал великое неизреченное, сказав о Евангелии, Евангелии Божьем. Представив сон пророков и показав, что они предрекли будущее за много лет раньше. Для чего ты опять не изводишь нас к Давиду? Скажи мне, о каком человеке ты говоришь, именуя его отцом и Исеева сына? Сообразно ли это сказанным прежде? Весьма сообразно, говорит Павел, потому что у нас речь не о простом человеке. Вследствие этого я и прибавил. По плоти. Давай понять, что ему же принадлежит и другое рождение. По духу. Но для чего он начал с рождения по плоти, а не с высшего, с рождения по духу? Для того, что так начинают Матфея, Лука и Марк. К тому же, намеревающемуся возводить к небу, необходимо вести снизу вверх. Так было и на самом деле. Сына Божия видели на земле человеком, а потом признали его Богом. А какой способ учения употребил сам он, такой же путь ведущий к нему пролагает и ученик его. Сначала говорит о рождении по плоти, не потому что оно было первое, но с той целью, чтобы от него возвести слушателя к другому рождению по духу. И открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. Сказано не совсем ясно, вследствие буквальной связи выражений. Поэтому необходимо разделить речь. Итак, что же означают эти слова? Мы проповедуем, говорит Павел, происшедшего от Давида. Но это ясно. Чем же доказывается, что воплотившийся есть Сын Божий? Во-первых, пророками, почему и Павел сказал, которого обещали пророки в своих святых писаниях. Этот способ доказательства имеет немалую силу. Во-вторых, самым образом рождения, который выражен у апостола словами от семени Давидова по плоти, так как это рождение нарушило порядок природы. В-третьих, чудесами, которые совершил Христос, доказав тем необыкновенную силу, что и выражено словом «в силе». В-четвертых, духом, которого даровал верующим в Него и через которого всех соделал святыми, почему и сказано «по духу святыни», так как одному Богу свойственно раздавать таковые дары. В-пятых, воскресением Господа, потому что он первый, и один только воскресил сам себя. И это он сам называл знамением преимущественно перед всеми другими, достаточно для того, чтобы заградить уста даже бесстыдно. Он сказал «разрушьте храм сей, я в три дня создам его, и еще, когда вознесете меня от земли, тогда узнаете, что это я». И опять род сей ищет знамение, и не дастся ему, кроме знамения, ионы. Итак, что значит «нареченный», указанный, открывшийся, признанный, исповеданный по суждению и решению всех, вследствие предсказания пророка, вследствие чудесного рождения по плоти, припосредствии силы, явленной в чудесах, через Духа, которым даровал освящение, через воскресение, которым разрушил державу смерти. «Через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Заметь признательность раба. Он ничего не хочет приписать себе самому, но все приписывает Господу, и, конечно, это даровал Дух. «Потому Господь и сказал, много имею говорить вам, но вы не можете вместить ныне. Когда же придет Он, Дух и истин, то наставит вас на всякую истину. И в другом месте Дух повелевает, отделите мне Павла и Варнаву». Также апостол в послании к Коринфянам говорит, что одному Духам дается слово премудрости, иному слово разумение, и что тот же Дух все разделяет, как хочет. И проповедуя жителям Мелита, он говорил, в котором и поставил вас Дух Святой пастыря и епископов. Видишь ли, что апостол, принадлежащий Духу, усвояет Сыну, и принадлежащий Сыну усвояет Духу. Благодать и апостольство. То есть не по заслугам своим мы стали апостолами, так как не достигли этого достоинства многими трудами и усилиями, но получили благодать. И от этого дара свыше совершилось преуспеяние в послушании вере покорять. 492. Следовательно, успех проповеди зависел не от апостолов, но от благодати им предшествующей. Их дело было обходить и проповедовать, но убеждение производил Бог, действующий в них, как Лукаис сказал, что отверг сердце их и опять, которым дано было услышать Слово Божие. В послушании. Не сказал для исследований доказательства, но в послушании. Мы посланы, говорит он, не умозаключение составлять, но передать то, что нам верено. Когда Господь возвестит что-нибудь, слушатели не должны перетолковывать слова Его с любопытством исследовать, но обязаны только принять их. И апостолы посланы были для того, чтобы передать то, что слышали, ничего не прибавляя от себя, чтобы и мы, наконец, уверовали. Чему же уверовали? О имени Его мы не должны исследовать сущность Его, но веровать во имя Его, так как оно творило и чудеса. Во имя Иисуса Христа, говорит Петр, встань и ходи. Оно и само требует веры, и ничего из этого нельзя постигнуть разумом. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Что же, разве Павел проповедовал всем народам? Из послания к римлянам видно, что он обошел страны от Иерусалима до Иллирика, и оттуда опять доходил до последних пределов земли. Но если бы даже он был и не у всех народов, сказано им немало не ложно, потому что он говорит не об одном себе, но и о двенадцати апостолах, и о всех благовествовавших слова после них. Впрочем, нельзя признавать этих слов спорными по отношению самого Павла. Если иметь в виду его усердие и то, что он после кончины своей не перестает проповедовать в целой вселенной. Заметь также, как Павел превозносит дар апостольства и показывает его величие и превосходство перед прежним ветхозаветним. Если древние обетования ветхозаветния простирались на один народ, то это апостольство привлекло сушу и море. Не оставь без внимания и того, сколько душа Павла далека от всякой лести. Обращая речь к римлянам, которые пребывали как бы на некой вершине всей вселенной, он не отдает им никакого преимущества перед прочими народами. И хотя они тогда владычествовали и господствовали, Павел не говорит, что они имеют какое-нибудь преимущество и в духовном отношении. Но как мы проповедуем всем народам, пишет он, так проповедуем и вам. Причем ставить их наряду с кифами и фракийцами. А если бы он не это хотел сказать, то это было бы излишне и прибавлять, среди которых и вы. Делает же он это с той целью, чтобы не изложить их высокомерие, смирить течливость ума и научить равночестно относиться к другим. Для этого и присовокупляет, в которых и вы, призванные Иисусом Христом, то есть с которыми находитесь и вы. Не сказал, что Христос других призвал с вами, но говорит, что вас Он призвал с другими. Если во Христе Иисусе нет ни раба, ни свободного, а тем более ни царя, ни простолюдина, то и вы также призваны, а не сами собою пришли. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Смотри, как часто он употребляет слово «званный», говоря «званный апостол», среди которых и вы званы всем сущим в Риме званым, это он делает не для многословия, но желая опять напомнить римлянам о благодеянии Божием. Так как среди верующих находились вероятные префекты и консулы и бедные простолюдины, то, отлагая неравенство чинов, он всем посылает одно приветствие. Если же и рабам и свободным принадлежит всецелое общение во всем самом необходимом и духовном, как-то любовь Божия, звание, благовестие, усыновление, благодать, мир, освящение и все прочее, то не крайне ли будет безумие различать по земным деяниям тех, которых Бог соединил и сделал равночестными в важнейшем? Потому, конечно, апостол в самом начале отвергает этот лютый недуг и направляет римлян к смиренно-мудрию, которая есть матерь всех благ. Смиренно-мудрия и рабов делала лучшими, научая их, что рабство не причинит им вреда, если они имеют истинную свободу, и Господь обращала в умеренности, к умеренности вразумляя их, что нет никакой пользы в свободе, если не бывает совершенства в делах веры. А чтобы тебе понять, что Павел делал это не с намерением все слить и смешать, а напротив, он знал лучший способ различать. Обрати внимание на то, что он не просто написал всем сущим в Риме, но с ограничением возлюбленным Богу. Это самое лучшее различие, которое ясно и показывает, откуда происходит освящение. 4.194. Итак, откуда именно освящение? От любви. Сказав возлюбленным, тотчас и присовокупил званым святым, показывает, что источником всех благ для нас служит любовь. А святыми он называет всех верующих. Благодать вам и мир. О, приветствие, приносящее бесчисленные блага! Его именно и Христос заповедовал апостолам произносить при входе в дом как первое слово. Поэтому и Павел всегда начинает тем же словом, то есть благодать и мир. Немалую вражду прекратил Христос на тяжелую, многоразличную и продолжительную, и при том уничтожив ее не нашими трудами, но своей благодатью. И как любовь даровала благодать, а благодать даровала мир, то апостол, расположив их в своем приветствии в таком именно порядке, молит о непрерывном и ненарушимом пребывании любви, благодати и мира. Чтобы опять не возгорелась другая брань. И просит подателя сохранить их непреложными, говоря, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот здесь предлог «от» относится к Отцу и Сыну, а это равно выражению «из него». Апостол не сказал «благодать вам и мир от Бога Отца через Господа нашего Иисуса Христа», но говорит «от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». О, какую силу имеет любовь Божия! Враги и отверженные стали вдруг святыми и сынами. Апостол, назвав Бога Отцом, явил их сынами, а когда наименовал сынами, открыл все сокровище благ. Итак, не перестанем являть жизнь достойную дара, соблюдая мир и святость. Другие почести временные прекращаются с настоящей жизнью и продаются за деньги. Почему о них можно сказать, что это не почести, но только наименование почестей, получающее свое значение от пышных одежд и от лести окружающей свиты? А дар освящения и усыновления, как данный от Бога, не уничтожается вместе со смертью, но и здесь делает нас знаменитыми и сопровождает жизнь будущую. Соблюдающий усыновление, тщательно хранящий дар в святыне, гораздо славнее и блажение увенчанного диадема и носящего порфиру. Даже в настоящей жизни он наслаждается совершенным спокойствием, насыщается благими надеждами, не имеет никакой причины для страха и беспокойства и пользуется непрерывной радостью. Ведь обыкновенное веселье и радость заставляет не величие власти, не обилие денег, не полнота могущества, не крепость тела, не роскошь трапезы, не пышность одежды и никакое-либо другое из человеческих преимуществ, но только духовное совершенство и добрая совесть. И так, кто имеет чистую совесть, хотя бы был одет в рубище и боролся с голодом, бывает благодушнее живущих роскошно. Равно как сознающий за собой худое, хотя бы владел всеми богатствами, бывает несчастнее всех. Потому и Павел, хотя жил в всегдашнем голоде и наготе, хотя каждый день подвергался ударам, но радовался и веселился более современных царей. А Ахав, хотя и царствовал, наслаждался разнообразными предметами роскоши, когда совершил свой грех, стенал и скорбел, а лицо его опадало, как до греха, так и после греха. И так, если мы желаем наслаждаться радостью, то больше всего будем избегать порока и станем следовать добродетели, потому что иначе невозможно достигнуть радости. Хотя бы мы взошли даже и на царский престол. Потому и Павел сказал, плод же Духа есть любовь, радость, мир. Возрастим же этот плод самих себе, чтобы нам и здесь насладиться радостью и достигнуть будущего царства, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым слава Отцу и Святому Духу ныне пресно и во веки веков. Аминь.